Жители многоэтажного дома на 11-й линии Васильевского острова учатся жить без лифта. Их подъемник аварийным признали в апреле. Однако, если верить региональному оператору, им осталось потерпеть еще 10 лет. Вы так каждый день? Да как, конечно. Не каждый день. Раз в три дня. Каждый день не могу. 75-летней Марии Николаевне, как считают соседи по дому, повезло. Она живет на втором этаже. Это всего четыре лестничных пролета. А вот семья Докторовой обладает квартирой на шестом этаже. И после рождения ребенка в этой семье мечтают лишь об одном – о ремонте лифта. Обнаружили, что лифт в глубине дома соседнего уже ремонтируется. Нас, значит, тоже сейчас начнут заремонтировать. Ждали-ждали, не дожидались. Сходили в управляющую компанию. Они удивились, что у нас есть еще один лифт, который подлежит ремонту. Кстати, если верить региональному оператору, то плановая замена лифту все же грозит. Но в 2026-м. В районной администрации успокоили. Ждать так долго не придется. Администрация направила сведения в жилищный комитет по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы для рассмотрения возможности корректировки региональной программы капитального ремонта в части внеочередного включения работ по замене оборудования с предварительной разработкой проектно-сметной документации в 2016-2017 годах. В фонде капитального ремонта заявляют, живущие в многоэтажке не должны ходить пешком. Это нарушение закона о защите прав потребителей. Но, чтобы ускорить процесс ремонта, необходимо запустить большую бюрократическую переписку. Более того, у Марии Николаевны и ее соседей есть шанс. Окончательный перечень на капитальный ремонт в 2017-м сформируется к середине декабря. А пока надо потерпеть, еще немножко походить пешком.